Представляют Лекции на дожде Добрый день всем, кто присоединился к нам в эту серую, дождливую, в общем, не самую, наверное, веселую субботу. Мы очень рассчитываем, что, по крайней мере, в ближайшие лекции мы поднимем температуру уж точно в нашей студии. Говорить мы будем о конфликте, о столкновении. И рассказывать нам о своей теории конфликта будет писатель, журналист, режиссер, актер Александр Гордон. Лекции на дожде Когда это я успел писателем стать, я сам не заметил, если честно. Я нахожусь, здравствуйте, да, в затруднительном положении, потому что то, о чем я говорю, это вещь достаточно узкоспециальная. И обычно я рассказываю об этом, когда общаюсь с людьми, профессионально занимающимися созданием некого медиаконтента. Неважно чего. Это может быть и журналистика, и режиссура, и даже актерское мастерство. Я уж не говорю там о писательском труде. Поэтому, честно говоря, не представляя, кто сегодня моя аудитория, попытаюсь сделать какие-то обобщения, которые меня привели вот сюда. Потому что впервые задумался я о том, как дошел до профессиональной жизни такой, довольно давно. И попытался вывести некий итог из своей прежней жизни. У меня не так много образований, честно говоря, ни одного, потому что театральное училище имени Щукина вряд ли можно считать даже гуманитарным образованием. Поэтому в каком-то смысле, если не в главном, я самоучка. Но поскольку я человек ленивый крайне, и творить, то есть испытывать вдохновение 24 часа в сутки для меня обломно, я попытался то, чему меня учили, каким-то образом так организовать в своей жизни, чтобы это было похоже на метод, на технологию, если хотите. С помощью которой я могу делать различного рода передачи, фильмы и, может быть, даже в будущем писать книжки. Когда меня попросили задуматься над тем, смогу ли я преподавать то, что я придумал себе, я тоже довольно долго думал, но пришлось согласиться, потому что мне показалось, что вот этот личный опыт мой, он все-таки систематизируется, и, следовательно, его можно передать. И сейчас, вот уже второй год, я преподаю студентам, правда, журналистам, в Московском институте телевидения и радио Останкино, а скоро появится еще один проект, где я тоже буду преподавать уже гораздо большему количеству людей, которые заниматься будут совсем другим. И начну с вашего позволения, с этого проекта, потому что, если вы заинтересуетесь, то такого и иного рода встречи будут проходить гораздо регулярнее, чем они проходят теперь. В Москве не так давно началось существование киношкола. Я-то полагаю, что это киношкола альтернативного кинообразования. Создатели этой школы считают, что нет, это никоим образом не противоречит существующей поляне, где дают образование маститы, в том числе в ГИКу и высшим режиссерским курсам. Это как бы дополнительное образование. Эта школа носит имя Макгафина. Те из вас, кто знаком с историей кино, должны улыбнуться. Те, кто не знаком, я расскажу вам анекдот, что такое Макгафин. Придумал этот термин, и, собственно, это наполнение кино. Хичкок. И придумал он Макгафина таким образом. Анекдот. Едут в купе поезда по Шотландии два джентльмена. И один другого спрашивает, а что у вас на верхней полке? Туда положить ничего нельзя. Он говорит, это сачок для ловли горных львов в Шотландии. Макгафин называется. Второе поворачивается к нему, говорит, простите, но никаких горных львов в Шотландии нет. Он говорит, значит, и Макгафина никакого нет. Так вот, это школа имени того, чего нет. Но, тем не менее, незримо, кстати, я сегодня тоже буду об этом говорить, да, уж в каждом хичкоковском фильме точно присутствует. Это некое дополнение, что ли, которое не создает ткань фильма, да, но незримо делает этот фильм гораздо глубже, шире и значительнее, чем то, что мы видим только глазами. Так вот, в этой школе имени Макгафина, а есть сайт макгафин.ру, и там гораздо более подробная информация, чем я вам могу сейчас дать, да, есть несколько проектов. Один из них уже действует. Это в пирогах на Сретенке. Есть кинокампус, и все желающие смотреть ядрёное артхаусное кино в компании себе подобных, а потом разговаривать на эту тему за рюмкой хреновухи, могут приходить туда уже сейчас. То есть это постоянно действующий кинотеатр и площадка такая, да, назовём её условно-интеллектуальной. Вторым проектом является в сочетании с сайтом Полит.ру попытка всё-таки как-то обобщить, ну, необходимость, что ли, такого образования и услышать об этом от настоящих мастеров своего дела. И там уже есть несколько десятков интервью, которые говорят, люди говорят о том, что они считают пробелами в сегодняшнем кинообразовании, и что, собственно, нужно сделать для того, чтобы эти пробелы исчезли. И у нас наконец-то появилось российское кино. Блин. И третий проект, который стартанёт, я думаю, в конце января, в начале февраля, название ему, их концепцию придумал ваш покорный слуга, это такие курсы продвинутого кинозрителя. Мне, как создателю фильмов, очень не хватает хорошего зрителя, качественного зрителя, зрителя, который бы понимал язык, на котором с ним ведётся разговор. Всё, что я читаю в качестве обсуждения своих работ и чужих в сети, заставляет меня шарахнуться от чудовищности уровня людей, которые это обсуждают. И руки часто опускаются, потому что, когда ты понимаешь, кто твой зритель и с кем ты разговариваешь, становится, прямо говоря, не по себе. Поэтому мы придумали такие курсы продвинутого зрителя, где за деньги, разумеется, можно будет пройти за два месяца весь путь, который составляет технологию кино. От замысла, от идеи до продажи в кинотеатре. То есть всё, что связано с монтажом, с подготовкой, с операторским искусством, со звукорежиссурой, с режиссурой, с работой с актёром. Всё, что составляет кинопроцесс, мастера этого кинопроцесса будут излагать зрителю. Не для того, чтобы он стал профессионалом, а для того, чтобы он понимал, как делается кино, и смотрел его гораздо более уверенными и благодарными глазами. Там уже согласились принять счастье в этом проекте достаточно большие люди, и хорошо вам известны. Среди продюсеров это, скажем, Елена Яцура, из режиссёров это Хатиненко и с Колей Хомерик, я говорил не так давно на эту же тему. Там будут преподавать операторы, скажем, Максим Шинкаренко и звукорежиссёр, и Боря Войт, и многие-многие-многие, а Фёдор Ляс, многие-многие другие. И ваш покорный слуга тоже взял там себе маленькую часть для того, чтобы договориться о том, что такой хороший зритель, и почему он сегодня нужен даже больше, чем профессиональный и хороший кинематографист. Но это вступление. Теперь поговорим о сути, о том, зачем мы, собственно, сегодня собрались. Самое трудное в жизни вообще, а в творческой жизни, наверное, вдвойне труднее, это уметь, казалось бы, элементарные вещи. Наше внимание устроено таким образом, что его можно условно разделить на направленные и ненаправленные. Когда что-то происходит, я хлопнул, да, кто бы сейчас ни находился здесь рядом, услышав этот звук, непроизвольно обращает на это внимание. Никакой заслуги его в этом нет. А вот сделать так, чтобы ваше внимание на что-то было обращено произвольно, да ещё и удержать на объекте внимание, и это требует, во-первых, понимания, зачем это нужно, а во-вторых, ежедневных тренировок. Отвечаю на вопрос, зачем это нужно. За тем, что мир, который нас окружает, он не каждому глазу открывается. А если вы так или иначе задумываетесь о творчестве, даже если это всего-навсего стихи на поэзии.ру или на каком-нибудь ещё похабном сайте, всё равно вы должны, ваша муза должна отличаться лицами общим выражением. Как этого добиться? Да очень просто. Мир вокруг нас крайне многообразен. И если вы научитесь произвольно обращать внимание на этот мир и удерживать своё внимание, ваша копилка внутренняя, тот ресурс, из которого потом, из всякого ссоры будут расти стихии, не ведая стыда, она будет пополняться ежедневно. Пример, о чём я говорю. Если вы дадите себе вот сейчас труд, глядя на меня, попробовать описать то, что находится за вашей спиной. А вы же вошли сюда, вы какое-то довольно долгое время сидели здесь, да? Вы смотрели друг на друга, общались взглядами, кто-то усаживался поудобнее, да? Вот сколько камер сейчас за вашей спиной, кто скажет? Теперь повернитесь и посмотрите, чтобы картинка, которая есть на самом деле, совпала с вашей или не совпала. Это неважно. Это вряд ли вам когда-нибудь пригодится. Я из вас не хочу разведчиков делать, да? Но это одно из упражнений. Это одно из упражнений, которые можно совершенно ненасильственно по отношению к себе делать каждый день. Вы едете в метро, предположим, предположим. Наверное, кто-то из вас ездит в метро. Украдка или не очень, посмотрите на человек, который сеет напротив вас. Не из простого любопытства. Попробуйте удержать своё внимание таким образом, чтобы по деталям, которые увидите только вы, сможете разглядеть только вы, создать некий портрет этого человека. Вы удивитесь, насколько много мелких деталей, которые при беглом взгляде пропадают абсолютно, вдруг проступят, проявятся, и этот человек, который сидит напротив вас там 10-15 минут, он покажется вам совершенно другим. Если вы дальше дадите волю своей фантазии, а без того, чтобы обратить внимание, никакая фантазия не сработает, да? Если дальше дадите волю фантазии, то, может быть, этот человек у вас превратится в некого персонажа вашей жизни, и вы его никогда больше не увидите. Но он поселится в ваших впечатлениях, да? И даже будет диктовать вам со временем какие-то слова и поступки. Константин Сергеевич Станиславский, он же Алексеев, когда понял, что направленное внимание – это, наверное, одна из самых тяжелых практик в мире, а если мы подумаем о духовных так называемых практиках, от тибетских до всяких других, то чем люди занимаются годами? Они пытаются направить внимание свое и удержать его. Да, направить и удержать. Другое дело, что они направляют его не вовне, а внутрь. Но это методика. Можно так, а можно по-другому. Так вот, Константин Сергеевич, когда понял, что это очень трудно, а актеру необходим, у него была прикладная задача, он хотел актеров учить, он разработал такую методику. Она очень простая, элементарная, и мы сейчас с вами попробуем поупражняться даже по этой методике. Он решил, что человека окружают разные круги внимания. Есть внутренний круг. Когда человек прислушивается к тому, что происходит с ним в этот момент. От физического самочувствия до душевного комфорта. Есть ближний круг, в который попадают предметы, ну вот как этот стакан, скажем, или мои руки, если я примусь их разглядывать. Это круг мелких деталей. Это то, что можно разглядеть безо всякого усилия. Есть средний круг. Вот мы сейчас сидим с вами, и все вы попадаете в средний круг моего внимания. Мы его направлены в внимание. Есть, наконец, дальний круг. Это то, что мы не видим, то, что мы почти не слышим. Но знаем, что мир больше, чем наши ощущения, да, и можем этот мир себе вот там где-то, да, представить. Сейчас давайте попробуем сделать упражнение. Мы с вами по моей команде, я буду называть круг, а вы просто никому ничего не показываем, не демонстрируем. У нас нету задачи получить сейчас мгновенный результат. Просто попытайтесь поменять свое внимание, направить его, да, на тот круг, который я вам предложу. А потом я вам скажу, зачем это нужно в практике не актерам, не журналистам, не писателям, да, а назовем вас так, обывателям. Давайте начнем с внутреннего круга. Просто вот прислушаемся к тому, что происходит с нами сейчас. Дальний. Внутренний. Средний. Близкий. Десять минут в метро, где угодно. Ежедневных упражнений приведут к тому, что уже через неделю вы на себе почувствуете, что вам гораздо легче, чем до этого, направлять и удерживать свое внимание сколь угодно долго на любом объекте, как бы далеко от вас ни находился, если даже он воображаемый. Еще раз скажу, зачем? Зачем тренировать направленное внимание? Зачем? Да за тем, что без направленного внимания вы не сможете собрать впечатления от мира. Вы не сможете сделать эти впечатления своими. Вы не сможете из этих впечатлений собрать картинку, которая принадлежит только вам. И уж точно не сможете передать эту картинку с любой целью, с любой, другому. Если вы не хотите заниматься творчеством, не надо. Это сделает вас просто гораздо более интересным собеседником и человеком, чем жизнь без этого. Вы не хотите даже общаться с людьми на здоровье. Пристальное внимание к миру и умение обращать внимание на детали этого мира, да, вас сделает богаче. Внутренне. А если уж у вас есть такое страстное желание сделать это частью профессии, то есть приложить к этому продукт, то вот без того, чтобы набрать в свою копилку как можно больше впечатлений от мира, которые будут, подчеркиваю, индивидуальными впечатлениями, которые будут отличаться от любой другой картины мира, любого другого человека, вот уж точно без этого вы никак ничего в мире, скажем так, в медийном пространстве сделать не сможете. Но это полдела. Полдела. Предположим, вы послушались меня, и предположим, вам это нужно. И даже, предположим, вы стали регулярно заниматься. И даже придумали собственные упражнения, потому что это делается элементарно. Это, ну, правда, элементарно. Возьмите какой-нибудь хорошо известный вам предмет, скажем, какие-нибудь там часы, которые у вас дома валяются сломанные, и попробуйте минут пять их рассматривать. Знаете, какое количество информации вы получите от этих часов? Невероятно. Невероятно. Вы можете, если это не ваши часы, даже по одним часам определить, что это за человек такой. Немножко попахивает Шерлоком Холмсом, да, но так или иначе это работает в проверенном. Так вот, предположим, что вы, да, хорошие ученики и стали этим заниматься регулярно. Предположим, что ваша копилка уже даже переполнена. Предположим, вы даже настолько неленивы, что некоторые из этих впечатлений, которые вы получаете от мира, вы ежедневно записываете. Предположим, я своих студентов просто бью, если они этого не делают. Потому что это должна быть ежедневная практика. Записные книжки ведут великие писатели. А те, кто не великий писатель, тебе должны вести дневники впечатлений. Потому что мир, он как ртуть, он ускользает. И представьте себе это удовольствие, если вот там в конце года, да, вы случайно открываете какие-то записи и вспоминаете не просто себя в тот момент, свои ощущения, да, а вы понимаете, что это наблюдение, оно сделало вас чуть-чуть другим человеком, а может быть, даже где-то уже и пригодилось. Может быть, это вы куда-то уже и впихнули. Может быть, уже кто-то порадовался тому, что у вас такой меткий и острый глаз. Предположим, вы настолько хороши, талантливые и трудолюбивые. И что? Дальше-то нужно выдать результат. Дальше-то нужно сделать так, чтобы мир обратил на вас внимание и задержал его на вас. Вот где начинается самое сложное. Верно ведь? Ладно, я стал очень наблюдательным человеком. У меня богатый внутренний мир. И я хочу им поделиться. Меня никто не слушает. Почему? Почему я не могу привлечь и удержать внимание на то время, какое мне захочется? Потому что я не владею теорией конфликта. Потому что только конфликтное существование, неважно, в живописи, подчеркиваю, в живописи, в поэзии, в кино, на театре, на телевидении, только конфликтное существование может сделать так, что внимание к вам будет приковано столько, сколько вы этого захотите. Только конфликтное существование заставит зрителя услышать вас многие понимают конфликт как свару это не так весь наш мир с так социальный который нас окружает весь наш мир художественный изобретенный другими людьми весь наш внутренний мир состоит из непрерывной цепочки конфликтов находить эти конфликты вовне и уметь конструировать их самостоятельно вот эта цель ну как бы так скажу наверное да всей моей технологически творческой жизни поссорить людей в студии ничего не стоит это не всегда вызывает слежение важно понять что же такой конфликт из чего он состоит поверьте мне ровно так же как мир состоит из частиц среда нашего обитания состоит из конфликтов где есть хотя бы два человека да что там два один человек конфликтная цепочка неизбежно так вот научиться находить конфликты и воссоздавать их это залог того что вы а творите б будете услышаны что ж такое конфликт с чего он начинается предположим есть некие обстоятельства в которых действует субъект ну субъект это каждый из нас вот я действую в таких обстоятельствах это обстоятельства времени места состояния и так далее предположим я хочу прочесть какую-то книжку у меня есть задача да мне нужно открыть книжку и прочесть ее в это время происходит событие какое лопнула лампочка единственный источник света для того чтобы я мог выполнить свою задачу произошло событие которое порождает свою очередь громадное количество разных обстоятельств те же обстоятельства времени те же обстоятельства места и так далее какие это обстоятельства вот в этом примере да темно важное обстоятельство важно я в темноте не умею книжки читать правда ведь дальше лампочка единственная да дальше предположим 6 часов утра то есть я не могу пойти в магазин и купить потому что магазин закрыт предположим 6 часов утра и так далее какие-то из этих обстоятельств обязательно станут для меня главными почему потому что прежняя задача которую я хотел исполнить прочесть книжку оказалась невыполнимой ее пресекло события события породила новые для меня обстоятельства и исходя из этих обстоятельств я должен поставить себе другую задачу какую в зависимости от того какие из этих обстоятельств я сочту главным верно предположим мне по-прежнему очень нужно прочесть книжку вот нужно и все что меня встает задача найти лампочку да все таки я хочу найти лампочку все обстоятельства привели к тому что у меня появилась задача найти лампочку появилась задача значит возникло действие я начал действовать в этом направлении дальше можем фантазировать лампочка нашлась шкафу хорошо 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 события этом наверное событие раз она породила другие обстоятельства лампочка нашлась в шкафу следующее событие у меня задача поменялась да теперь мне не нужно искать лампочку теперь мне нужно ее вернуть туда верно я хочу ее вернуть цепочка продолжается новое событие про дело новые обстоятельства и так далее и тому подобное это бесконечная цепь элементарных конфликтов элементарных почему потому что мы рассматриваем очень условную схему здесь действует один человек один субъект теперь представьте себе что их двое и цепочка это начинает искажаться конфликты начинают множиться обстоятельства которые возникают из события для всех разные для одного главное эти для другого нет задачи которые ставят между ну для себя эти субъекты да они могут стать событием для другого субъекта тут черт голову сломит это действительно это увлекательнейшая совершенно логическая цепочка расшифровывания мира но если освоить вот эту элементарную схему если понимать если анализировать все что происходит вокруг вас именно анализировать подчеркиваю не только в реальном мире но и в мирах виртуальных созданных другими да если уметь эти конфликты видеть неизбежно придем к выводу что как только вы научились их видеть вы учитесь их воссоздавать для чего для создания медиа контента я уже говорил просто необходимо если вам нужно элементарный сценарий элементарного репортажа накатать вы не обойдетесь без этой схемы потому что сценарий должен быть конфликтен только так вы можете удержать на произвольное время чужое внимание значит исходя из этого знания которое вы получаете да вы сами создаете события определяете какое это событие рождает обстоятельства какой из этих обстоятельств становится главным определяете задачу начинаете двигаться начинается действие по выполнению этой задачи и тут вы абсолютно вольны придумывать на своем пути неограниченное количество препятствий не все из них станут событиями почему события это то что заставляет нас считать задачу прежнюю выполнены или делает выполнение этой задачи невозможно но давайте продолжим разговор про лампочку я добрался наконец до нашел лампочку добрался выкрутил старую у меня задача прежняя поменять лампочку да и свалился с табуретки вот я упал с табуретки это событие или нет меня задача поменялась я хочу крутить лампочку залез на табуретку упал с табуретки у меня поменялась задача зависит зависит от обстоятельств которые возникли да если я просто ну упал на ковер да ничего не повредил табуретка не сломалась то ни одной из этих обстоятельств не позволит мне считать падение свое событие потому что меня задача не поменялась я по-прежнему хочу поменять лампочку верно теперь вдруг возникает страшное событие я упал с табуретки и сломал ногу это становится событием становится потому что меня задача теперь не лампочку поменять у меня задача теперь добраться до телефона и врача вызвать понимаете вот даже этот элементарный рассказ о человек который хотел прочесть книжку и вместо этого попал в больницу построенные по элементарной конфликтной схеме по элементарным может помочь вам удержать чужое внимание теперь где же здесь вот цимисто да где начинает собственно творчество ну ладно освоили мы эту конфликтную схему и начали по этой конфликтной схеме шарашить смотрите вот место для приложения наших наблюдений которые мы из внешнего мира извлекли то есть само событие описание события интенсивность этого события до возможность этого события это все что мы можем подсмотреть с помощью чего умение направлять свое внимание в том самом мире который нас окружает больше того обстоятельства возник вот где нет предела фантазии потому что каждое событие порождает обстоятельства но какие это обстоятельства зависит только от того кто создает это событие то есть от вас от творца а откуда вы возьмете эти обстоятельства как не из наблюдений за за жизнь которая вас окружает пусть даже внутренней понимаете цепочка элементарная элементарно крайне действенное все что я сделал на телевидении на радио в кино все от и до создано с помощью вот этой элементарной простейшей схемы даже когда казалось бы ну такой неблагодарный в этом смысле жанр как ток-шоу где конфликты возникают и зреют сами и это конфликты даже не того рода которые описывают все равно владея этой схемой понимая как развиваются события у меня я могу создать что сам могу создать события сам могу предложить обстоятельства которые возникают из этого события и пусть эти субъекты попробую действовать не конфликтно то есть не так как мне нужно а я посмотрю и посмеюсь но это я говорю уже о предельной сложности о предельной сложности когда там два три четыре пять семь субъектов действия действия до за 10 на а эта схема элементарно давайте к ней вернемся если я табуретка упала я ничего себе не сломал да то мы договорились что это не событие потому что не порождает таких обстоятельств которые заставили меня поменять задачу тогда что это давайте условно называть это фактом можно называть препятствием можно фактом давайте назовем фактом как обычно это называют театральной среде факт для чего мы должны понимать что такое факт да очень просто это еще одно еще одна дыра черная для того чтобы вы могли приложить свои творческие усилия ведь разный субъект сталкиваясь с разным фактом относится к нему по-разному верно для того чтобы достоверно предположить как субъект действия отнесется к этому факту вы должны а знать о субъекте действия почти все чем как методом наблюдения второе вы должны уметь обобщать свой собственный опыт и примерять его на на этого субъекта предположим вы хотите описать действия другого человека но вы знаете как вы бы себя повели столкнувшись таким фактом так вот наблюдение за собственным поведением умноженное на представление о том кто перед вами а это невозможно без того чтобы не получить опыт из мира а это невозможно если вы целенаправленно внимательно не будете мир изучать не даст вам убедительности в той картине которые вы создаете зачем нужна убедительность потому что только узнавание только узнавание одним человеком другого является по сути дела языком творчества если я описываю миры которые ну никто не видел и человек не импотирует он не испытывает эмпатии к этим мирам потому что у них ничего не узнает я могу быть семи пядей во лбу но я никакого ответа отклика внимание к себе не получу главные свои цели да то есть достучаться до другого человека с некоторыми своими представлениями о мире да я не достигну факт вернемся к факту здесь тоже есть одна схемка который очень очень оказывается полезно когда вы пытаетесь создать произведение субъект действует у него есть задачи действие натыкается на препятствию в данном случае в виде факта или события неважно так вот перед тем как поменять действие перед тем как задача у субъекта сменится ему нужно оценить произошедшие события или факт так вот оказывается здесь тоже есть хитрость потому что оценка этого события или этого факта она тоже состоит из трех вполне узнаваемых воспроизводимых наблюдаемых вещей первое я столкнулся с препятствием мой темперамент на выполнение прежней задачи никуда не делся и первая стадия моего восприятия действительности это отрицание этого нет нет не произошло этого события нету его у меня прежние действия я еще не оценил новых обстоятельств нет дальше приходит осознание и наступает самая лакомая вещь потому что вот это можно толстой это очень любил платонов это очень любил описывать вот это состояние которое наступает за отказом да просто на 10-15 страниц это замирание это . 0 когда прежнее действие окончено а новые задачи еще не возникло это наверное один из самых сакральных моментов существования человека и каждый знает о чем я говорю это даже не не какой-нибудь там колоссальные события когда звонок и кто-то из близких умер да и отказ потом вот это замирание потом действие надо что-то делать нет это может случаться и случается ежедневно даже если вы вместо пасты на зубную щетку крем да как часто со мной бывает это намазали и вот это да нет ну первое да что это потом вот эта . 0 она с утра особенно может длиться у меня минут по 15 да когда ты стоишь у тебя никакое действие новое не возникает потому что ты ты проклинаешь все и вся ты там находишь все свои грехи за в этот момент да то есть это очень лакомая для особенно для совести мой поэтому толстой ты любил вот эти моменты проникать и очень подробно это описывать и дальше когда вы принимаете обстоятельства которые возникли у вас возникает новая задача и вы начинаете действовать на выполнение этой задачи элементарно элементарно действует действует два раза я упомянул про живопись казалось бы если мы говорим о сюжетной живописи но передвижниках да то это почти литература мы можем описать сюжет словами и найти там все эти схемы достаточно легко потому что как раз живописи в сюжетной они находятся просто вот перед глазами ну там помните не ждали да мы же прекрасно понимаем какие были обстоятельства до этого как действовали субъекты какое произошло событие какое но пара это событие до продел обстоятельства как оценивают люди а это как раз вот ведь что на картине не ждали та самая . 0 да вот вот момента куда он попал или снова двойка помните вот а порт еще порт ну сюжетные понятно да а как быть живописью не сюжетный это даже если она реалистично даже если это там не знаем прессионистский пейзаж там-то где конфликт про внутренний мир художника чуть дальше поговорим потому что не все конфликты бывают внешними да бывают события вернее не все события бывают внешними инсайт может стать таким же сильным событием как и и падение табуретки да то есть я залез поменять лампочку в это время меня осенило что эту книжку я уже читал это инсайт но он тоже является событием понимаете я другом смотрите живопись в любых ее проявлениях это отношения теплого и холодного светлого и темного система отношений цветов и света она точно такая же она укладывается точно в такую же схему почему всякий раз мы когда смотрим но если это действительно шедевр если это живопись настоящая когда мы смотрим на на полотно мы понимаем в чем центр композиции даже если это центр композиции смещен даже из композиции вот такая почему это может быть решено двумя вещами цветом и светом больше никак форма да про форма отдельная речь это это тот самый сюжет о котором я говорю если художник в теплый зеленый цвет помещает холодное красное пятно он создает конфликт он создает событие которое порождает целый ряд обстоятельств если он поместил холодное красное на теплое зеленое что уже трудно себе представить да то это порождает обстоятельства когда все остальные краски на картине да должны как бы это убедительно да убедительно следовать за этим главным событием основной конфликт конечно художника с собой художника с миром художника с нами потому что он же создает работу для того чтобы быть услышанным да для того чтобы мы вошли с ним в это самое состояние конфликта для того чтобы для нас это стало событием и породило какие-то обстоятельства и застал нас может быть действовать по другому во всем в музыке ой музыке это очевидно совершенно что та же схема действует та же схема действует да идут обстоятельства сонатную форму возьмем неважно идут обстоятельства когда мы понимаем ну входим в эмоциональный лад до художника дальше он делает нам события события порождает задачу выполнение задачи приводит нас кульминации и оттуда кульминации тоже является событием и другими обстоятельствами выходим в коду схема та же она может быть сложнее она может быть элементарнее я еще раз говорю она может просто дробиться и множиться потому что вот добавьте сюда второго человека второй субъект действия и голова закружится от сложности уже при двух субъектах действия так вот я призываю вас еще раз попробую подытожить все о чем я до этого говорил призываю вас первое чем бы вы не занимались нужно вам это практически или не нужно вспомнить о том что мир который нас окружает он уникален по своей сложности а самым сложным объектом в этом мире является человеческий мозг ничего сложнее человеческого мозга природа почему-то не создала следовательно сложный мир познаваемый сложным мозгом порождает некое третье качество другой мир только такой каким вы его видеть это абсолютно ваш индивидуальный мир где действует только ваши законы как это возможно если вы научитесь а это труд ежедневно и целенаправленно обращаться к этому миру внимательно если вы произвольно сможете задержать свое внимание на объектах этого мира и сделать оттуда выводы какие наблюдения и впечатления если вы не поленитесь эти наблюдения и впечатления буквально в одной фразе будете заносить какую сокровенную тетрадочку то еще раз говорю даже если вам не нужно будет это практически никогда то есть вы не захотите написать рассказ или поставить фильм или или создать там не знаю сюжет для телевидения даже в этом случае вот тот путь по которому вы пойдете да это будут верстовые столбы этого пути всякий раз сверяясь с собой вчерашним проверяя накопленный багаж вы простите меня за эти высокие слова да вы будете внутренне расти зачем это нужно это и даже обсуждать не буду может и не нужно совсем раз вы пришли сюда значит вас какие-то задачи в том числе прикладные есть набрав впечатление из этого мира сложив это все в свою копилку можно остаться с купердяем и никому ничего об этом не докладывать а можно попытаться из этого создать нечто что-то в какой форме в каком жанре да это совершенно неважно тогда вам нужно будет задуматься над тем что для того чтобы привлечь чужое внимание к тому миру который вы создали который живет по вашим законам вам нужна технология а технология это конфликт если вы видите во внешнем мире эти цепочки если вы можете воспроизвести их в своем мире внутреннем вы в порядке вы сможете достигать чего хотите не обязательно в творчестве семейные отношения